Друзья, начинаем сегодня 3 октября 2022 года. Московское время 12 часов 2 минуты. Начинаем 27-ю российскую конференцию «Холодная трансмутация ядерных элементов» и «Ядер химических элементов» и «Шаровая молния». Я отключил звуки у всех участников, кроме себя, естественно. И сейчас дам слово Климову Анатолию Ивановичу, в которой приветственные слова скажет. Потом приветственные слова скажет Пархомов. Потом приветственные слова скажу «Я». Вот я Климова ищу. Анатолий Иванович, включи свой звук, пожалуйста. Да, я включил. Пожалуйста, и тебе слово, приветственное слово к началу конференции. Уважаемые коллеги, этого дня, этого праздника, не боюсь этого слова сказать, мы ждали долго, на протяжении двух лет. На мой взгляд, это определенный момент в жизни нашей настал, когда мы можем сверить часы с одной стороны, значит, подвести итоги за два года работы всей нашей команды с другой стороны и попытаться сравнить наши результаты с результатами, так сказать, международного комьюнити. Вот хочу напомнить, что вот наша 27-я конференция, она, значит, ну, наверное, может быть последняя, когда мы можем наслаждаться пребыванием в домашних условиях или там в рабочих условиях и вот вести, значит, трансляцию конференции. Очень хотелось бы, значит, провести конференцию онлайн, вот как мы раньше и проводили, в этом плане я не оставляю надежды, что вот следующая конференция, возможно, пройдет, вот как мы ее и проводили там и пытались провести в Красной Поляне в Сочи или другой адрес, я вот совсем недавно разузнал, был, мне очень понравилась, великолепная организация, великолепные условия. Это вот Калининград, значит, Кеннезберг бывший, значит, но сейчас там столько, значит, ну, такой большой, значит, вот разворот, посвященный вот этим всем событиям спортивным, город абсолютно преобразился, очень, значит, подходит для конференции. Ну и раньше мы там проводили конференции по шаровой молнии, сейчас просто эта конференция, так сказать, ну, и по физике, значит, ионосферы, безопасности ионосферы, значит, она так и называлась, АИС, значит, там была секция по физике шаровой молнии, вот. Я надеюсь, что следующая конференция будет уже проведена в очном режиме, и вот наши коллеги по, собственно, наша конференция, она идет, по сути дела, ну, в некой последовательности, значит, когда прошла только что перед нами большая международная конференция, значит, в Калифорнии, значит, это вот 24-я, ICCF 24, я несколько буду делать обзорный доклад по этой конференции, вот. Сейчас прошла конференция в Асизе очередная, европейская, значит, это вот, ну, это называется даже не конференция, а векшоп по новодорожным металлам, ну и вот мы, по сути дела, след в след этой конференции идем, значит, проводим свою национальную, расширенную конференцию с привлечением иностранцев. Еще раз хотелось бы вас всех поздравить с этим событием, ну, и активной работы, потому что работа, я понимаю, что вот все эти дни будет, ну, такая напряженная, вот. Надеюсь, что наши круглые столы, которые мы сейчас организовали, они будут, значит, ну, не смазаны, а будут конструктивно проведены, хотя опыт по проведению таких круглых столов, как показывают предыдущие конференции, значит, он, конечно, очень тяжелый. Значит, казалось бы, не хватает одного участника, культуры, чтобы не все подряд говорить, а есть вот, ну, все-таки тематика, которая была на протяжении рабочего дня, и те вопросы, которые остались непонятны, или которые хотелось бы дискутировать, мы специально вынесли на круглый стол. Так что, милости прошу, значит, все-таки основной, значит, вот акцент, значит, конструктивный, по конструктивному обсуждению докладов, вынести не в вопросы, а на круглый стол. Ну, вот мое вступительное слово на этом заканчивает. Спасибо всем. Спасибо, Анатолий Иванович. И, пожалуйста, Александр Георгиевич, тебе слово. Я приветствую всех тех, кто здесь присутствует. Очень отрадно то, что все-таки активность в нашем сообществе, несмотря на сложные обстоятельства, которых мы все знаем, не убавилось. Докладов было представлено рекордное количество, более 50 докладов, и трудность возникла даже в том, чтобы эти все доклады разместить во время, которое может быть обведено для этой конференции. Но мы как-то постарались. Ну, некоторые люди, конечно, оказались за бортом, но пусть они не обижаются. И мы им, возможно, мы, если вот наша конференция предоставит им такую возможность, может быть, они выступят с короткими докладами. Но во всяком случае, все люди, которые выступят так или иначе, которые выступят на конференции, которые выступали на наших вебинарах, они могут подать, значит, написать статьи. Эти статьи будут опубликованы в сборнике трудов. Ну, статьи надо тоже время не тянуть, а где-то, скажем, до 1 декабря, чтобы эти статьи были сделаны. И я думаю, что в начале следующего года мы сможем опубликовать сборник трудов, так как это и было сделано на прошлых конференциях. Ну, вот еще. Ну, собственно, Анатолий Иванович сказал много правильного, трудно что-нибудь добавить. Я думаю, что будем надеяться, что конференция наша пройдет успешно, я в этом уверен. Ну, давайте за работу, товарищи, за работу. Спасибо, Александр Георгиевич. Ну, и позвольте я тоже скажу несколько слов вступительных. Значит, во-первых, я хочу... Я зателепен, Валерий Николаевич. Я хочу перечислить докладчиков нашего, вернее, людей, которые представили свои тезисы на нашу конференцию. И я это сделаю для того, чтобы мы увидели, какая огромная география участников этой конференции. И очные конференции, конечно, не могут конкурировать с такими возможностями, которые дает вот эта онлайн-заочные конференции. Вот у нас Бакумцев, Волгодонск, Баранов, Болдырево, Москва, Бариев, Черноголовка, Бычков, Москва, Воронков, Псков, Высекайло, Годин, Губарев, Губарев, Жигалов, Зателепин, Иванов, Москва, Кащенко, Екатеринбург, Киркинский, Новосибирск, Климов, Москва, Ковач, Финляндия, Колоколов, Колтовой, Москва, Константинов, Петербург, Косарев, Оренбург, Миркин, Израиль или даже Чикаго, Никитин Анатолий Ильич, Никитин Александр Павлович, Москва, Покулин, Петербург, Панчелюга, Пущино, Пархомов, Москва, Саватимово, Подольск, Савенков, Киев, Тарасенко, Казахстан, Чибисов, Новосибирск, Чижов, Москва, Чиковани, Сухум, Чистолинов, Шашлов, Шипов, Москва, Широносов, Ижевск, Шишкин, Дубна, Боб Гринье, Словакия, Жак-Руе, Франция. Как видите, огромная география. Совершенно невозможно себе представить, чтобы такая же география была онлайн. Это обычно очень сложно. Еще несколько моментов хочу отметить. Во-первых, я хочу поблагодарить Райка Дангяна, который здесь присутствует у нас. Он так получилось. Как-то устроена так система платежей в Зуме. Они отключили мою карточку в результате известных событий в феврале месяце этого года. Я попросил Райка заплатить. Я ежемесячно плачу за профессиональную версию Зум, которой мы сейчас пользуемся с вами. Я думал, что он заплатит за один месяц. А так получилось, что Зум обрадовался, вставил его карточку вместо моей. И вот уже сколько-то месяцев восемь, наверное, Райк каждый месяц платит и платит и платит. И вот мы ему должны поблагодарить. Поблагодарить его. Один из результатов этой ошибки стоит в том, что мы пользуемся профессиональной версией. Ну, Араик, я тебе все верну, не волнуйся. Ну, Араику Дангяну особое спасибо. Я хотел... Вот Пархомов несколько слов сказал. И я хочу тут тоже сказать о дополнительных докладах. Докладов было действительно больше 50, а мы только в районе 40 можем уместить в формате конференции. Поэтому возникло понятие дополнительные доклады. Я прошу вас... Вот сейчас у нас 47 участников. Это такое довольно большое начальное число. Хорошее число, я бы так сказал. Спасибо всем, кто подсоединился. Я прошу всех проголосовать или не проголосовать за право авторам дополнительных докладов представить свои доклады во время, ну, в дополнительное время, во время нашего перерыва, по сути дела, после 18 часов. Во вторник после 18 часов полчаса, в среду полчаса после 18 часов. Таким образом мы сможем послушать еще некоторое количество дополнительных докладов. Если вот участники нашей конференции хотели бы послушать дополнительные доклады, мы на себя такое вот право не взяли, чтобы ваше время дополнительно занимать, пожалуйста, поднимите руки. Там есть такая возможность в зуме, вот увидите внизу на планке возможных там голосований. Поднимите свои руки, тот, кто хочет послушать дополнительные доклады. Я вижу, что уже многие люди это прореагировали. Лично я, например, с удовольствием послушаю дополнительные доклады. Вот уже 11 и так далее. Пожалуйста, вот сейчас голосуем. А я продолжаю, вы голосуйте, а я продолжаю говорить. И вот о публикации. Значит, вот Александр Георгиевич, он об этом сказал несколько слов. Но я отдельно, потому что я вижу, что некоторые авторы не очень это понимают. У вас еще, у всех, кто здесь предоставит доклады свои, у вас у всех еще будет время для того, чтобы отточить тексты этих докладов, усовершенствовать их и предоставить уже качественные тексты. Ну, Александр Георгиевич обозначил 1 декабря. Давайте мы будем придерживаться вот этой, мы еще отдельно разошлем вам в письмах эту информацию. Но все-таки сейчас говорю о том, что к 1 декабря вы представьте, пожалуйста, тексты ваших докладов для публикации. Мы создадим сборник, он будет онлайн сделан и будет в бумажном виде опубликован. Друзья, поздравляю всех с начала конференции. На этом я заканчиваю. Проголосовало пока 14 человек, всего у нас 47. Давайте мы еще некоторое время поголосуем, еще примерно минут 20. Еще раз напоминаю, мы голосуем за то, чтобы дать право некоторым участникам, которые не вошли в основную программу. Тем не менее, за счет нашего отдыха дополнительно выступить, занять у нас каждый день по полчаса, по 10 минут, по 15 минут на каждый доклад. Да, вот уже 20 человек. Если будет больше 50%, то тогда мы их, конечно же, дадим нам слово. Друзья, на этом я закончил. И еще раз поздравляю всех и предоставляю слово Анатолию Ивановичу Климову для первого доклада. Обзор важных работ, представленных на ICCF 24 в этом году в Америке. Анатолий Иванович, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Да, я тебе сейчас дам право свою презентацию продемонстрирую. Не забудь там нажать клавишу «Поделиться». На зеленую клавишу, да, вот мы видим твою демонстрацию. Все видно? Все видно, все видно. Крутится, крутится. Крутится, крутится, супер. Значит, уважаемые коллеги, ну, вот мне даже дали расширенный интервал времени для того, чтобы попытаться, вы, вот, попытаться, значит, сделать обзор важнейших работ, значит, которые были представлены на вот этой конференции ICCF 24. Вот, ну, она проходила, вот, здесь написано с 25 по 28 июля в Калифорнии. Значит, ну, естественно, значит, таких обзоров, такой обзор сделать трудно, потому что всего было представлено 100, почти 100 работ. Из них, значит, постерных докладов, приблизительно половина постерных, половина оральных докладов, значит, вот. И, конечно, напряженный график, так же, как у нас был. Вот, и, значит, естественно, я все работы не могу, значит, обозреть. Выбрал наиболее важный, на мой взгляд. Значит, чтобы быть объективным, мы пригласили Жака Руе выступить со своей точки зрения, тем более, что он был на этой конференции, общался с участниками, и он может посвятить нас по каждому, значит, докладчику, вот, которые, значит, с которыми он даже лично имел контакты, возможность поразговаривать. Значит, у него есть прекрасный обзор этих работ, уже представленный вот на векшопе в Асизе. Значит, вы можете по интернету эти работы посмотреть, вот. Значит, ну, в общем, вот начну я немножко, так сказать, с отступления, очень небольшого отступления. Вот, есть, ну, мой хорошо знакомый, вот, значит, коллега Дубенко, он работает сейчас, он из Украины, несмотря на сложности, мы все поддерживаем отношения в академических кругах, значит, над русском уровне. Я уважаю его работы, очень грамотный специалист. Вот, он больше, так сказать, специалист в области вычислительных методов физики. Вот, и, ну, я бы так сказал, упрощенно теоретика, не экспериментатор. Вот, но вот в этой работе, значит, она в 16-м году вышла, очень важная работа, когда он сформулировал три основных направления, которые сейчас муссируются и обсуждаются для того, чтобы как-то, значит, попытаться во всех докладах, которые вот я буду, на которых, которые я буду разбирать, в том или ином виде вот эта классификация, она имеется, и все начинают с того, что, ну, вот, хорошо известно, что вот во всяком случае в таких объектах, как звезды, особенно белые карлики, вот, значит, когда вот количество электронов достигает 10-23 в кубике, это чуть-чуть побольше, чем в металлах, напомню, что в металлах 10-22-й. Значит, вот там, значит, уже эффекты кронировки вот этими электронами ядер, значит, присутствуют, и вот преодоление Кулоновского барьера, значит, определяется фактором ГАМО, который, ну, в общем, хорошо, в теоретической физике он хорошо известен, значит, есть высота барьера, ВР, есть кинетическая энергия, ну, и вот понятно, что вот здесь даже даны оценки, если взять комнатную температуру, то мы никогда не дождемся холодного синтеза на основе, значит, тумилирования, забудьте. Вот степень, так сказать. Что же делать? А, нет, пардон, пардон, это, значит, я перескочил, значит, вот этот ГАМО-фактор без экранировки, он вот без экранировки, он именно вот такой. Но если вы учтете, что вот есть, значит, экранировка, она вот этих, значит, допустим, у вас ионы дейтерия или протоны обстреливают мишень металлическую, ну, естественно, в металле есть, значит, электроны. Ну, и вот на сегодняшний день, значит, я дальше там покажу, вот в этом плане, вот в плане экранировки очень много там работает польская команда, Конрад Черский, профессор, значит, он показал, что да, экранировка работает, и, к сожалению, значит, экспериментальные данные не укладываются в теоретические, расхождение достигает там двух порядков, но тем не менее, вот вместо той малой степени вероятности преодоления барьера, с учетом экранировки, значит, ну, видите, уже, так сказать, 190 порядков не хватает. Но тем не менее, понятно, что экранировка, значит, она помогает, но не решает задачи. И вот остается третья вещь, ну, чего, давайте еще поднатужимся и преодолеем этот барьер. Ну, и вот там много есть работ, когда рассматривать когерентные, коррелированные состояния взаимодействующих частиц. Ну, вот Володя Высоцкий, кстати говоря, значит, второй хороший коллега, мой знакомый коллега, значит, на Украине. Ну, и чего, ну, не прошла же эта вот граница в науке. Она все равно осталась, как было отношение к людям, так и осталась. К сожалению, в Америке это не так. На своем собственном плачевном опыте я убедился, что мою презентацию просто, ну, уничтожили, так сказать. Мне не дали выступить на этой политике, там играет важнейший роль. Ну, бог с ними. Жизнь покажет, кто прав, кто виноват. Значит, собственно, это вот основные выводы, которые, так сказать, делает Володя Дубенко. И вроде бы с учетом вот этого фактора уже преодоление кулонского барьера рассматривается, ну, так, позитивно. И вот Высоцкий за то, что вот он, значит, рассчитал преодоление барьера и показал вот на конкретных, значит, примерах с Корниловой экспериментом, он показал, что вполне его вычисления могут объяснить экспериментальные результаты. Так что вот, ну, на сегодняшний день это вот такая генеральная стратегия будет просматриваться во многих работах. Значит, из общего впечатления всей конференции, вот ICCF 24, значит, это важнейшая конференция в любом плане. И в научном, в первую очередь, и в политическом, во вторую очередь, и в организационном. Значит, вот впервые, значит, вот были подняты занавесы, вот вы видите, значит, этот самый проект Хивер, который, значит, разрабатывался ДАРПа, значит, именно подразделения ВМФ. Такие же, оказывается, были работы, велись на протяжении последних 10-20 лет в НАСА, в военно-воздушных силах, значит, ну и, значит, академическая наука тоже принимала активное участие в этом. Так что новые фигуры, тяжеловесы, ядерщики, значит, лаборатория Лос-Алмос представили свои результаты, ну и чего? Конечно, так сказать, опф, и сразу опускаются руки, потому что, значит, ребята не сидели зря, значит, ребята, значит, смотрели на все результаты с разных сторон. Вот, поэтому это вот первый был, так сказать, для меня удар, когда появились новые тяжеловесы, значит, которых я раньше не знал. Ну вот я дальше буду говорить об Антоне Запера или Запера, не знаю, как его правильное, значит, ударение, значит. Ну вы увидите его основные результаты и поймете, что все-таки Форсли с НАСА, значит, ряд представителей, ну они выложили, так сказать, то, что где они нас обошли на поворотах и выложили свои собственные результаты. Значит, вот, ну, то, что они провозглашали, так сказать, в начале своей программы, вы здесь видите, что, значит, было много сомнений, неудач там при вот тех задачах, которые они ставили и по выделению энергии, и по доказательству ядерных превращений, и по доказательству излучений там высокочастотных, значит. Ну, тем не менее, значит, вот работа была посвящена для того, чтобы вот все вот эти вот неудачи попытаться разрешить, разрешить квалифицированную. Ну вот достаточно сказать, что в теоретической, эксперименты-то я ниже буду рассматривать, а теоретические, значит, вот алгоритмы, подходы, у них, значит, основаны на квантовой механике, когда учитывались не только кристаллическая решетка, но и пустоты в кристаллической решетке. Значит, дальше они могут учитывать в своей модели, значит, на водоражение вот этих вот пустот с помощью, там, значит, молекулярного, я обращаю внимание, молекулярного, дейтерия или там водорода. Дальше, значит, вот экранировка, процесс экранировки учитывают, и дальше они, вот тут написано, значит, применяют даже, значит, в образце, значит, тот или иной, ну вот в данном случае DC current, ток, который позволяет этим вот уже, значит, во-первых, а, разбить эту молекулу, б, попытаться с учетом экранировки, значит, осуществить туннелирование, значит, ядерный синтез. Ну, и, естественно, на выходе они считают теоретически возможный выход энергии в результате таких реакций. Ну, вот они разработали, значит, очень похожие на CR39, значит, чипы, очень такие мелкомасштабные, надо отдать должное, что там прогресс, там, вы сейчас увидите, так сказать, несмотря на то, что эта тематика, вот CR39, она уже имеет бороду, как давно измерялась. Ну, вот обращаю ваше внимание на то, что вот мы видим там всякие, значит, эти странные излучения, так вот, на самом деле, вот обратите внимание, вот те пузыри, которые оставляют, значит, вот альфа-частицы вот в этих чипах, они иногда выглядят, вот нижний, значит, снимок в углу в нижнем, значит, это уже целая река этих пузырьков. Это не одиночные пузырьки, как вот вверху, там, значит, оставляют америции, там, значит, вот в контрольных экспериментах такого никогда не наблюдается. То, что наблюдается, вот в экспериментах, которые оставляют, что? Ну, они не говорят там странное излучение, ну, вот скопище получилось. Вот, значит, ну, основной вывод вот этой всей команды военной, будем говорить, военного комплекса ВПК, значит, что эту работу надо продолжать, она имеет интерес и будет финансироваться. Ну, я должен сказать, что вот сейчас принято решение, два важных организационных решения, значит, организовать, значит, при департаменте энергии, значит, такую же структуру, как DARPA, значит, ARPA-E, которая запрашивала, значит, финансирование на год порядка миллиарда долларов, значит, ей дали сейчас уже с учетом частных инвестиций 6 миллиардов, а с учетом новой политики, я думаю, так сказать, акции у них еще взвинтились. Объявлен конкурс, уже набрано 20 проектов, ну, естественно, мы там, значит, Россия изгой участвовать не может. Значит, каждый, каждый, какой этот самый, вот, проект, стоимость такого проекта в среднем 10 миллионов долларов. Значит, уже 20 сейчас рассмотрено, значит, рассмотрится и следующий проект. Значит, объявлен конкурс на демонстратор, значит, кто продемонстрирует, так сказать, вот, сделает установку, который, значит, будет в состоянии показать устойчивое выделение, сверхвыделение энергии, значит, там, значит, достаточно больше, по-моему, до 100 миллионов долларов. Там Сергей Цветков знает, он следит внимательно за этим, меня исправит. Значит, вот, значит, кроме того, на берегу, так сказать, Тихого океана, значит, у них есть экспериментальная уже от департамента атомной энергии, значит, это атомная установка, в которой испытываются, значит, ну, реакторы, урановые реакторы будущего поколения, и оставлена площадка специальная, значит, зарезервирована, значит, там, ну, мегаватты, мегаватты, так сказать, значит, присутствие, то можно использовать, значит, на этой площадке, предложено просмотреть проект реализации, значит, уже не масштабирование, значит, демонстрационных образцов для того, чтобы, значит, была возможность сравнить, значит, ядерные новые установки и вот установки на основе, ну, теперь это называется Solid State Energy, то есть, SSE, значит, ну, был Аленер, теперь SSE, значит, ну, посмотрим, значит, а вот это теперь уже перейдем к самому живому, вот, для меня это было открытие, я никогда его не видел, Антони Запера, значит, вот он работал раньше в Лос-Аламосе, сейчас организовал собственную компанию, значит, человек, ну, я сказал бы это, это, так сказать, ну, гораздо выше, чем, так сказать, вот, и у Амура и подобные, мне так кажется, значит, он сам по специальности химик, занимался очень много каталитическими веществами, катализаторами, я должен сказать, что катализаторы для нас тем интересны, что там впервые было, а химики-то давно уже тоннелирование, так сказать, освоили, и, значит, освоили электроны с эффективной тяжелой массой, так сказать, им нужно, они их реально используют в своих работах для объяснения, так сказать, многих свойств катализаторов, значит, и в этом плане, значит, точка зрения, значит, не физика, а химика, он так и говорит, а давайте рассмотрим все-таки, так сказать, химический подход к холодному синтезу, он не называет его ядерным, так сказать, значит, в основе его сейчас, как вы увидите, значит, ну, вот эта вот команда, вот они, значит, утяжеленный, я переведу, утяжеленный электронный каталис, значит, вот при наличии вот зоны, значит, связанных состояний, вот в химических реакциях, он считает, что это химические реакции, вот, как, ну, для, как возможность, вот, значит, объяснение вот этих ядерных аналогий, значит, так вот, смотрите, вот, значит, вот его друзья с Лос-Алмоса здесь присутствуют, вот, значит, довольно большая команда, вот, на чем у них, значит, зиждется их построение, ну, по сути дела для нас она пройденная, то есть они, так сказать, знают, как получать утяжеленный электрон, ну, а дальше, ну, что, если есть водород и, так сказать, какой-то Z, они, вот, значит, его, так сказать, связывают с помощью этого электрона, который потом, значит, извергается, вот, оставляя уже трансмутированный элемент, значит, вот, причем, когда, вот, электрон находится посреди этих, вот, двух, значит, реагирующих частей, там, вот, важно понять, какая должна быть эффективная масса, чтобы образовалась, вот, энергия, ну, я там дальше покажу, значит, появилась в энергетических кривых, вот, энергия связи, значит, уже не отталкивания, не репалшим, а вот энергия взаимодействия двух молекул, чтобы они двигались на встречу друг к другу, ну, все понятно, там, если тяжелый электрон, мы и так знаем, значит, Валера Зателепин много занимается, я тоже, так сказать, разделяю эту точку зрения, у нас только способы получения вот этого тяжелого электрона разные, а так, ну, чего, понятно, что он сядет на Камптоновскую орбиту, понятно, что это нейтроноподобный объект, понятно, что он, так сказать, ничем не стоит приблизиться к Никеле, к Палладе, так сказать, вот, и самое интересное, что, вот, значит, они сейчас уже, значит, строго пришли к выводу, что никакой трансмутации, никакой там, ну, не только они, а там весь мир пришел уже, вся экзотика находится вот в этих кратерах, которые, так сказать, иногда имеют вот в нижнем углу, вы видите, там, ну, экзотическую форму, так сказать, настолько много кратеров, они плодятся, как дыры какие-то, так сказать, вот, значит, и вот внутри этих кратеров, да, здесь полно, так сказать, трансмутированных элементов, вне этих трансмутации нет, вот это вот горячие точки, которые, так сказать, вот видны с помощью прокрасной техники очень хорошо, значит, ну, и вот они, по сути дела, вот эти вот команды, значит, она базируется на двух открытиях, которые, вот здесь, может быть, плохо видны, но вы можете, вот их, их обязательно надо почитать нам, значит, вот смотрите, что одно из открытий, это вот, ну, по сути дела, значит, стимулированная электронная эмиссия, когда у вас, значит, имеется, значит, высоковозбужденная молекула, имеет колебательные моды, колеблется, значит, имеет, значит, кванты, ну, известно, это до одного электронного вольта, значит, вот, когда она взаимодействует с поверхностью катализатора, опять, для меня это темный лес, значит, значит, так вот, оказывается, катализатор, это и есть тот вот, ну, если хотите, значит, вот, это, ну, генератор, который низко-низко-квантовую энергию превращает в высококвантовую, то есть на поверхности начинает появляться пучок электронов, и этот пучок электронов имеет энергию, так сказать, ну, намного выше, чем вот энергия кванта, так сказать, вот, эта работа, значит, по сбросу колебательной энергии и по получению высокоэнергетичного электронного пучка с поверхностью металла, вот, она представлена, значит, ну, надо разобраться. Второе открытие, которое вот они сделали, это заключается в том, что, вот они говорят, вот если есть СО и О над поверхностью катализатора, значит, ну, по-видимому, вот, все-таки, это не металлический катализатор, потому что речь идет о барьере шотки, и вот, если они, вот этот СО соединяются, то у тебя, получается, опять, вот, значит, три электрона из четырех этих вот реакций, три электрона всегда рождаются с энергией намного выше, чем, значит, окружающая энергия КТ, значит, ну, и вот это вот диод шотки, он работает, там у него прям меряют напряжение запирания, и, так сказать, по нему определяет энергию электронную. Ну, вот, значит, две работы, два, значит, они чего предлагают, предполагают, что, значит, далее, а, или третье, пардон, еще три работы, на которых строится вся их теория. Значит, вот любой катализатор, активность у него, она, вот, здесь приведена в обратных температурах, значит, вот, скорость, значит, электролиза, допустим, значит, на поверхности, значит, она отдается, вот, в зависимости от температуры, вот такой зависимости. Когда вот эту решетку начинаешь, значит, электроды возбуждать с помощью акустических волн, то, вот, вы видите, вместо такого наклона появляется вот такой наклон, значит, ну, вот, акустические частоты, тут 3,4 МГц, ну, вот, значит, чего? Опять, значит, возбуждая решетку, мы можем, так сказать, активность катализатора улучшать вот с помощью, ну, колебания решетки. Ну, и дальше чего? Вот эти два открытия, которые первое, значит, это, значит, создание утяжеленного электрода, они знают, как получать этот утяжеленный электрод и как его рассчитывать, какую, так сказать, вот надо, значит, вплоть до того, что, вот, дальше я покажу, что надо им там 20 электронных масс, пожалуйста, надо им 100, пожалуйста. То есть, я так понял, что вот проблемы нет в этом, значит, вот они знают, как это все сделать, значит, получается связанная молекула. Эта молекула с участием второго, значит, процесса, вот, связанного с эффектом шутки, она может развалиться. И тогда они говорят, у нас всегда, это во всех работах, вот сейчас все эти вояки говорят одно и то же. У нас, значит, нету одного, значит, вот фьюжена, то есть нету одного синтеза, вот, при наводовораживании металла. У нас всегда присутствует фьюжен-фижен, когда, значит, синтез сопровождается распадом. То есть, вот, значит, водород, он, значит, соединился с палладием, а паллади, в свою очередь, они знают и умеют теперь рассчитывать, на какие осколки разлетаются. Поэтому вся вот эта вот трансмутация, теперь она не просто, там, значит, раскладывается по полочкам, она рассчитывается. Вот, допустим, вот здесь вот конкретно, значит, вот этот вот процесс Детерия взаимодействия с палладием, с образованием осколков, значит, это вот как они тут по схеме, ну, это вы посмотрите, значит, вот, ну, как вводится здесь вот, значит, эта самая эффективная масса, значит, вот, ну, когда есть у вас, значит, помимо кулоновского потенциала еще вот создается с помощью электрона, значит, некая энергия связи, ну, вот тогда вот эффективная масса, она рассчитывается вот таким вот образом. То есть, они могут, значит, рассчитать, значит, вот наличие этой вот эффективной массы, которые, вот, ну, в зависимости, ну, понятно, тут вот центробежная сила, они, так сказать, зависят от массы, значит, вот этот провал, вот связанное состояние, оно в зависимости от хэви-хэви, вот они говорят, нормальный электрон, вот утяжеленный электрон, и вот так называемый пороговый, когда он уходит вниз в минус, значит, вот это связанное состояние. Значит, что происходит, когда колеблется решетка, вот то, что они, третье их открытие, понятно, что, оказывается, вот эта эффективная масса, она зависит от того, где электрон находится. Значит, вот если вот эта вот зона бревена, в которой, так сказать, вот при колебании совершается, так сказать, движется на границе по отражению электрона, то вот есть некая кривая для этого электрона, значит, как он отражается от этих границ, но, оказывается, вот эффективная масса зависит от кривизны вот этой кривой. То есть, ну, по сути дела, вот используя вот этот метод модуляции, они попросту умеют предсказывать, какая здесь появляется эффективная масса электрона. Вот, ну, это все надо изучать, но, во всяком случае, вот, что они делали? Значит, вот они брали, значит, вот в НАСА, допустим, водородцы с Вольфраном взаимодействуют. Значит, если вот вычисления, они могут вычислять, какая эффективная масса электрона, сразу можно предсказать, что вот какие осколки наиболее устойчивые должны рождаться именно они. Вот водородцы с никелем, обратите внимание, 35 масс электрона. Значит, что рождается? То, что мы всегда видим – железо, медь, цинк, кобальт, гелий, водород, как таковы изначально. Ну, вот такие вот вещи они сравнивали с работами Мизуна. Значит, они, значит, этот самый… Я не буду много останавливаться, значит, вы можете всю эту работу… Ну, она тяжелая, она… Вот. Второй представитель – Тереза Бенья. Значит, ну, вот она вместе работала с Форсли. Ну, это вот команда, которая забойную работу сделала в НАСА, когда они обнаружили резонансные, значит, нейтроны, которые свидетельствуют однозначно, что там идет синтез, ДД-синтез. Так сказать, вот два мэла, четыре мэла, там, значит, эти… Именно эти нейтроны они обнаружили. Вот. Ну, она делала разбор полетов после того, как они сделали, значит, этот эксперимент, вот он ссылается на предыдущие работы с дейтерием по циклическому, значит, нагреву и наводораживанию. А сами они сделали, значит, вот образец, вот здесь, вот с 2014 до 2018, значит, с образцом по ладе-аргенту. Ну, не случайно там вот будет видно, почему именно такой образец. Ну, и видно, что вот, значит, здесь рождается, вот обведено черным, что рождалось больше всего в этом реакторе. Значит, так вот, на сегодняшний… Да, ну, вот техника, конечно, позволяет изотопы просматривать, где они расположены. Вот обратите внимание, в нижнем углу, значит, вот медь, ну, здесь дырки, здесь меди во всех со снимках нет, а здесь самое яркое количество меди, получается, так сказать, вот на этих электродах. Ну, вот по изотопам здесь тоже они могут смотреть, как распределены. Ну, это, конечно, уникальная техника, так сказать. Вот, ну, а дальше она вот опять все то же самое уже… Вот это вот, значит, так выглядит кросс-секшн взаимодействия, значит, вот протона, если мы будем менять его кинетическую энергию. Вот бары – это, так сказать, без всякой экранировки, а дальше вот они увеличат экранировку. Ну, и понятно, что с энергией до одного кэва протоны, вот только здесь экранировка работает в полную мощь. Здесь вот уже при 10 кэвах разницы особо нет, так сказать, что это будет играть экранировка, не будет играть экранировка. Вот. Ну, а дальше вот опять ссылается теперь… Видите, у них уже запер стал, так сказать, классиком, ссылается на него, на эту модель, рассчитывает все это. Вот, так сказать, они уже знают, какие актиниды, что ли, они их называют, значит, устойчивые, неустойчивые. Ну, тут уже пошла традиционная ядерная физика, которая позволяет вот из этих изотопов, значит, выбрать неустойчивые, значит, ну, и эти неустойчивые, значит, вот дальше вот в процессе, там, допустим, вот так и у японцев, там, там, фото распад в Алладе, значит, вот, на феррум, кайсен, титан, хром, вот. Ну, в общем, вот эти все пары, они пересчитали, значит, где работает, какая там, значит, устойчивость, учли, значит, ну, и в итоге, значит, вот эти актиниды, значит, значит, тут, конечно, спины расположены, спины играют важнейший урок, ну, по таблице прошлись, и вот результат. А трансмиссионная энергия, значит, позволяет сказать, что цинком и кальций рождаются, когда вот детерий с палагием, значит, детерий с палагием, могут рождать 65-ю, медь и кальций, вот они, осколки-то, они не случайны, они вполне определенные. И трансмутация не так, как Мышинский говорил, там, лишь бы только там правила отбора, там, мне всегда эта комбинаторика не нравилась. То есть мне что-то есть, но она была затуманена. А здесь, ну, во всяком случае, просматривается преемственность ядерной физики и то, что, ну, вот она здесь сделает выводы, что на самом деле на сегодняшний день вот подход Fusion-Fision работает неплохо. Вот. Ну, два слова хочу, вот я за ним начал совсем недавно следить. Это вот Дмитрий Александров, значит, ну, человек из России там может быть, а может быть из славянской страны какой-то, работает в Канаде сейчас. Значит, ну, специалист хороший в области масс-спектрометрии. И у него все установки, совмещенная установка по получению, значит, трансмутации, энергии с масс-спектрометрией. Ну, вот он сделал еще один шажок, он вот повторил эксперименты Челани, то есть, когда использовал, значит, проволоку из Константана. И вот его первые результаты такие. Смотрите, значит, вот когда вот эта вот проволочина нагревалась из Константана, значит, в вакуумных условиях, ну, вот она так выглядит. Как только подпускали Детерий, ну, вот разогрев получался дополнительно адский. Значит, выделялась 3400 ватт, значит, вот на грамм вот столько. Он утверждает, что коп у него в этих экспериментах достигал 15. Ну, значит, рекордств нет. Все, ребята, значит, вот если он не вред, то, так сказать, ну, что. Вот выделение энергии начиналось через 8 секунд, и насыщение оно происходило через 25 секунд. Вот что он увидел, самое интересное, что, значит, доказывало, что все-таки ядерные энергии идут, наличие гели-3, гели-4, значит, в этих вот реакциях. Ну, вот еще один тяжеловес, значит, он, конечно, мне сильно неприятен, этот поляк, ну, это мое личное мнение, потому что он, так сказать, ну, в отличие от многих моих коллег, которые нас, ну, поддерживают, несмотря на сложную атмосферу, этот человек все стоит, наверное, за другую сторону баррикады. Он не видит России. Он отказывается там взаимодействовать с нами, в наших семинарах принимать. Ну, значит, Конрад Черский – это умница, большой профессор, так сказать, несмотря ни на что я его, значит, уважаю. Он сейчас возглавляет, по сути дела, один из представителей европейской, значит, HMI, вот эта программа, которую Еврокомитет, значит, финансирует. Ну, вот у него основная, значит, идея опять на, вот, экранировке, он детально, значит, детально изучает особенности экранировки и резонансы, которые позволяют, вот, значит, дейтерию как-то протонолировать, значит, и сделать, так сказать, осуществить синтез. Значит, ну, его главный вопрос к тем конкурентам, которые идут след за ним, он всем задавал один вопрос. А какова же эффективная масса электрона в металлах? Ну, вот я так понимаю, что всем надувают щеки, а вот по-настоящему, что получается при взаимодействии с металлом протонов или дейтонов, ну, стоит далеко за кадром. Вот у них сейчас сделана аккуратная установка, там, значит, этот самый, ну, это очень похоже на то, что вот у нас делается фиани, значит, наш Андрей Алексей, забыл фамилию, вы хотелось бы изговорить, Алексей, значит… Русецкий, Русецкий. Русецкий, да. Ну, вот они, по сути дела, бомбардируют пучком, смотрят рассеяние под некоторыми углами и восстанавливают обратную задачу, восстанавливают потенциал, значит, взаимодействия, отсюда получают потенциал экранировки. Ну, чего важно, что вот в газовой фазе у них потенциал экранировки получается, так сказать, ну, если это плавно, 25 электронов. А вот когда у вас металл имеется, ну, посмотрите, приблизительно начинается с 50 и кончается 300 электронов. Значит, вот предыдущий докладчик говорил, что ему удалось получить потенциал экранировки 3 киловольта. Значит, ну, вот в НАСА они, значит, умудрились получить, значит, вот. Ну, и вторая вещь, значит, вот если летят два, значит, сталкиваются два дейтона, то вот у геля-4, там он рассматривает довольно сложную задачу, значит, уровней. Вот возникает некая ямка, в которую помогает, вот, значит, осуществить эффект экранировки. То есть он на промежуточной стадии образуется, по сути дела, кластер 2 на 2, значит, вот, который дальше уже двигается дальше. То есть он все это рассчитывает, он все это умеет делать. Вот, ну, вот сейчас величина электронов, значит, вот такая, значит, вот резонанс используется, как я сказал. Ну, это целая группа, там, так сказать, вот, которая возглавляет, выступали и люди-экспериментаторы, и теоретики, которые помогают Черскому. Ну, он, конечно, тяжеловес, безусловно. Это вот человеку, которого надо учиться. Вот. Новая фигура для меня, значит, Фабрица Райс, значит, ну, из Италии, вот его коллеги. Значит, вот впервые я увидел работу, когда вот надежная. Ну, вот опять, понимаете, у кого третий, у кого гелий 4, вот я дальше пройдусь. У кого, там, значит, аж 4, значит, полная неразбериха. Сейчас мы подойдем к этому. Значит, вот здесь получше видно, Фабрица Райс. Анатолий Иванович, можно я тебя на секундочку остановлю? Значит, смотри, что получается. Вот ты уже сильно перебрал, но у тебя там, мы договорились, что ты один доклад как бы вместо него вот это сделаешь. Это очень интересно. Ну, просто учитывая, что уже как-то надо за временем тоже надо следить. Хотя доклад очень интересный. Может быть, на круглый стол чего-то тогда оставь. Хорошо, хорошо. Я, значит, не больше, чем 20 минут, значит, это потребуется. Значит, так вот чего он говорит, что, значит, третий всегда рождается только в легкой воде. В тяжелой, когда присутствует дейтерий, ничего хорошего не рождается. Значит, все его эксперименты 100% повторяются. Значит, ну вот я тут что-то сдублировал, но здесь вот получше видно. И вот он большое внимание надежности, значит, измерения третья, ну, за счет бета-распада сравнивал его с реальным третьим эквивалентом, значит, вот, то, что у него получается. Значит, ну, это вот те работы, в которых сообщалась наработка лития, предыдущие. В чем его особенность? И вот это очень важно для нас. Впервые в электролитической ячейке использовались, ну, я бы не сказал, что впервые, потому что, на самом деле, в Сибири были эксперименты, но они в такой зачаточной форме, ну, такого оснащения, конечно, нет. Когда, значит, вот у вас использовались наносекундные генераторы, значит, вот параметры их указаны здесь. Вот параметр самого импульса наносекундный тоже указан здесь. Он составляет 70, полуширина 70 наносекунд. Ну, это не бог есть какой, то есть, на самом деле, значит, ну, это порядка 100 наносекунд, это, так сказать, ну, одна десятая микросекунда. Это вполне, так сказать, подъемный уровень, который можно освоить. Значит, вот, ну, вот такой формы импульса, там, значит, 400 вольт, по-моему, у них там, вот, 400 вольт амплитуда, значит, подавали на ячейку, вот. Ну, и что видели? Во-первых, так сказать, вот, производство избыточной энергии, так сказать, ну, небольшой, там, да, 46 ватт, при мощности, которую там подводили, они, значит, вот, 400 ватт, ну, так, чтобы было понятно. Значит, вот, ну, потом вот накапливался у них, так сказать, над электролитом, значит, значит, третий, они его там в пробирке набирали и с ним работали. Ну, вот, это один из образцов, значит, распада лития, который, значит, вот, эти самые гейберовской трубкой был обнаружен, да, они использовали, конечно, более современную технику, вот. Этот самый охлаждаемый жидким азотом канберовский детектор, вот, обнаружили здесь вот два четко выразных резонанса, значит, вот, нейтронов не обнаружили над фоном, значит. Ну, а дальше его, значит, коллеги в различных университетах смотрели досконально, вот, значит, какова наведенная, значит, радиоактивность вот этого третьей, что там рождается, вот, какие заряженные частицы, вот. В итоге, вот этот вывод-то очень важный, значит, что, значит, ну, только в легкой воде, то есть не в тяжелой, образуется, значит, этот самый надежный, образуется третий. Значит, значит, в других ячейках без наносекунд этого не получилось. Значит, нейтронная эмиссия отсутствовала, вот наведенная радиация такая, но самый вывод интересный, значит, третий, они доказывают это, но это надо смотреть их работой внимательно, что образуется в результате следующей реакции. То есть в начале, вот, по спектрам они видят, что вроде бы заряженное образуется H3, то есть это, по сути дела, вот, ну, уже даже не H2, как Зателепин говорит, а H3, то есть это вот ядра, которые, водорода, которые, значит, сдерживают магнитные силы на маленьком расстоянии. То есть это вот как раз они уже, я, этого самого, Хельмата работаю, значит, цитирую, что у нас из этих самых вот трех атомов, в конце концов, сначала три атома, потом, значит, третий превращение идет в третий. Вот, очень интересная работа, но она дискуссионная. Значит, ну, вот Форслин, еще один, так сказать, учитель, которому, ну, ну, конечно, так сказать, хотелось бы живьем поговорить со всеми этими ребятами, значит, не просто так пообщаться. Значит, опять вот, значит, он начинает разговор с вырождением, значит, ферми вырождение и экранировку электронную, значит, где она наблюдается, гамма-фактор, в земле, что происходит, вот, значит, аналогия, там, нейтрино, аномалия нейтрино, обусловно, бириллисеем. Это вот он, ну, опять вот этот график, который вы видели, так сказать, я не буду сейчас, как меняется потенциал, вот этот, который надо преодолеть в результате, значит, это все рассчитывается в сегодняшний день, то есть можно вот этот вот измененный, модифицированный потенциал уже, значит, он известен. Ну, и для меня это было самое интересное, что, значит, какие теоретические, он же мне известен был по вот этим фантастически интересным результатам нейтронного доказательства синтеза. А теперь они, вот, используя, значит, вычислительные методы, в первую очередь, продвинутые, значит, функционал, значит, электронной плотности, значит, усовершенствования, да, значит, они в состоянии, оказывается, были посчитать, вот что будет, если я, ну, рассчитать электронную оболочку, вот, допустим, фолерен, С-67. Вот он один, и вот в него имплантируется атом бериллия, значит, вот, как будет выглядеть сжатие вот этих электронов, когда имплантируется, да, значит, ион бериллия. Так вот, оказывается, там, вот это один ион позволяет, так сказать, вот, значит, воздействовать на этот вот фолерен, как будто там наковальня миллион атмосфер, так сказать, действует, значит. Ну, в общем, и в условиях, самое интересное, значит, вот такой ловушки, значит, вот оказывается, что распад бериллия, у него процентов на 10 отличается, значит, 8 процентов точно. Значит, то есть окружение, еще раз показано, очень здорово влияет на бета-распад, то это, вот, и чего вот они могут считать, ну, это, конечно, фантастика, вот, что будет, если я там кальций имплантирую в паладовую решетку. Вот они прямо сейчас, значит, предсказывают появление ферромагнетизма усиленного, значит, ну, опять вот, магнитные силы начинают вступать в действие, так сказать, вот. Ну, вот это, ну, вот Эдмонд Сторм, это, по сути дела, ему дали золотую медаль на этой конференции, значит, за то, что он разработал суперчувствительную на сегодняшний день диагностику в виде, значит, калориметра, сидбик, сидбик, калориметра, значит, ну, там что-то такое у них, точность фантастическая, так сказать, значит, я уж сейчас не помню точные цифры, значит, но выступал-то он с другим, и работы-то у него интересные другие, то, что нас больше всего интересует, а выступал он с тем, что вот в наночастицах самую важную роль играют искусственно созданные, значит, вот, каверны, войды, так сказать, пустоты, которые там, вот, по его мнению, для электронов, это вот некие резонаторы, которые позволяют, возможно, создать утяжеленные электроны, значит, вот, и чего, вот, он говорит, что вот, ну, вы же знаете, что вот все, пока не, 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 не на водородишь, так сказать, вот, в Аладии, там, чтобы степень была Hpd06, ничего хорошего нет, а дальше они пошли, вот, и он, на его, значит, вот, исследования показали, что, значит, ну, вот, здесь, это эксперименты Мактонова, Кубри, значит, как зависит выход энергии от вот наводораживания, это вот хорошо известный, а дальше вот он, что интересно, он там, значит, говорит, что, что будет, если я в образец, там, сейчас все пошли по пути, значит, вот, в образце, который там наводораживается, пропускать ток, или накладывать магнитное поле, это хорошая подсказка, надо подумать, к чему они ведут, значит, вот, ну, вот, он видит, что там, значит, вот, при пропускании тока, вот, значит, появляются некие изломы, значит, вот, появляется сдвижка, вот, когда появляется вот это количество вот этих войдов, значит, да, но основная его идея, идея, понятно, это, это вот, не могу сейчас, значит, основная его идея, ну, понятно, это вот тяжеленный электрон, да, даже, так сказать, идут, значит, магнитные силы вступают, вот это аж 4 появляется, не гелий, а аж 4, значит, не гелий 3, а аж 3, значит, он потом распадается на вот уже гелий, то есть гелий и 4, гелий 3, это вторичные, как он считает, вот, ну, и, пардон, я вот здесь вот пропустил, наверное, значит, вот, основной его вывод заключается в том, что, значит, вот это, сейчас есть пороговая величина вот этих пустот, она приблизительно равняется 6 нанометров, начиная с 6 нанометров и ниже, вот, для этих, значит, ловушек электронов срабатывает вот все его, значит, представления о том, чтобы вот реализовать нужным образом, значит, реакцию Леонард. То есть, дело вот в этих ловушках, ну, это вот уже, там, Рыжов наш, Володя, он об этом сейчас будет говорить. Он ссылается вот на работу как раз Саватимова и Карабута, когда они мерили заряженные частицы, значит, вот, в зависимости этих вот частиц, от энергии этих частиц, вот, значит, ну, видно, до 6 мэв доходит энергия, так сказать, заряженных частиц, вот, значит, они сделали более продвинутые, значит, эти самые детекторы, и вот, которые фиксировали поверхностные детекторы на заряженные частицы, ну, вот, здесь вот показана некая экспериментальная кривая, которая утверждается, что, значит, вот, как раз, значит, вот, очень хорошо совпадает с тем, что грубовато, значит, но давным-давно было сделано, Карабут все это предвидел. Вот, ну, и вот основные, значит, основные, опять, выводы, значит, высокоплотный, значит, дейтерий Холмлида реализуется в экспериментах, значит, он по-другому никак не может объяснить, значит, никогда, значит, вот эти вот, третий, когда присутствует дейтерий, у него не получался. Он также видел, как вот предыдущий автор, наличие третья. И вот он предлагает, что на будущее хорошо бы, вот, концентрацию водорода и дейтерия менять в экспериментах и посмотреть, как будет, что будет с концентрацией третья в этих условиях. Вот. Ну, еще вот один наш знакомый, так сказать, вот за счет. Анатолий Иванович, ну, я вот, ты все-таки немножко за временем следил. На твой доклад остается 15 минут всего. На два твоих доклада всего 15 минут. Ну, хорошо, значит, вот. Марина, Марина, и твой доклад, вот всего 15 минут. Ты учти, пожалуйста. Ну, и сейчас можешь продолжать, тогда свой доклад преврати вообще в неизвестно что. Может быть, что-то оставить на круглый стол? Вот я тебе уже это предлагал вариант. Ну, давайте так. Мы можем всю конференцию американскую вот сейчас подряд. Основные идеи ты рассказал. Ну, мне кажется… Нет, 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 подожди. Я тогда закончу в течение пяти минут. Значит, вот Ивамура и Касаги сделаю совместный доклад. И что вот интересно, вот они смотрели вот эти яркие пятна с помощью, значит, инфракрасной камеры, прокалиброванной. Очень много уделили внимания. По сути дела, это инфракрасный калориометр, когда они точно мерили, значит, вот схема калибровки его тут есть. Значит, точно мерили, насколько отличаются спектры и энергетика, значит, вот в присутствии водорода и дейтерия. Ну, и что было обнаружено, что вот, значит, что вот по их мнению, значит, вот многопротонное взаимодействие, а это опять вот через утяжеленный электрон, по-другому никак. Они, кстати говоря, могут рассчитывать энергию выхода. Вот, значит, допустим, здесь вот при этой реакции, значит, образование дейтерия рождается, значит, 0,28 кэва на протон. Здесь 115 кэва, когда 3 протона, 4 протона. Значит, а эксперимент вот дал вот такое неоднородное выделение энергии, 40 кэв на протон. Ну, они говорят, что 2p, вот эта реакция, плюс электрон утяжеленный, она наиболее хорошо вписывается сюда. Ну, где-то вот истина между двумя, 3p и 2p находится. Вот, так что это основной их вывод. Значит, ну и два слова буквально я скажу, что это, значит, вот этот вот товарищ, он, значит, докладывал свои тессии, в своей, значит, докторской диссертации, когда вот много уделил внимания анализу SR-39, как работает, калибровка с помощью америции. Самое интересное, значит, он вот все эти вот биологии разложил по полочкам, значит, в зависимости от энергии, как выглядит вот это поражение SR-39, какие тут вот диаметры этих объектов, пузырьков, получается. Вот. И анализу кратера, что немаловажно, никто этому не уделял внимания. То есть, если он, значит, асимметричный, то это, значит, часица вылетела под углом. И тогда у них сейчас развита техника на определение, где находится источник этого излучения, который поразил SR-39. Ну, вот сейчас все рвутся к тому, чтобы вот в подложку, которая обстреливается, я уже говорил, нужно наложить постоянный ток, усилить движение примеси в частиц. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать, значит, в этой, в этой, значит, демонстрации. Ну, и что ты мне предлагаешь вторую? Да, спасибо, Анатолий Иванович, длинно, но полезно, спасибо. Да, и, значит, вот было два доклада, один с Марьевым, другой твой. У тебя всего 12 минут. Ну, хорошо. 15 минут вот на твой основной доклад, который ты ицел своим великолепным, значит, вот этим. Ну, вот я хотел сказать, да, несколько слов про водяной реактор. Тот доклад, который мне в Америке не дали сделать, значит, ну, вот, на самом деле, ключевые звенья при конструировании вот этого типа, значит, реактора выглядят следующим образом. Значит, мы должны наплодить нано-кластеры и атомы ионы водорода. Ну, это первое, так сказать, без этого вообще ничего не получается. Второе, что мы должны создать, значит, ускорить ионы и электроны с помощью электрического поля, как мы полагаем, лучше всего это в гетерогенной плазме делать на фронте ударной волны. Бестолкновительный, очень компактный, уникальный, ускорительный, до 10-40 кэф может быть получен вот в этом, если мы реализуем эту идею. И третий, значит, ну, надо уже ускоренным ионам дать возможность столкнуться с нано-кластерами в этой плазме. Вот все это позволяет нам, значит, перейти, значит, проектированию водяного гетерогенного реактора. Значит, ну, для нас важно, что вот в таком гетерогенной среде, ну, допустим, пузырьковой среде, несмотря на низкую скорость течения, 10 метров в секунду, ну, это хорошо известный факт, может реализовываться режим сверхзвукового аптекана, то есть в такой среде скорость звука аномально низкая. И вот тогда получается режим с числом МАХа больше единиц. Именно на этой волне нам удалось показать, и можно сделать разделение зарядов и перейти к получению прямого, получение электрической энергии в этом реакторе. Ну, и очень высокая степень трансмутации, скорость трансмутации очень большая. Это вот все основные работы, на которые мы, значит, ориентируемся. Ну, достаточно сказать, что скорость звука, о которой я говорил, она определяется, так сказать, в любой среде некой температуры и некой массой частиц. Если масса пыли или кластеров большая, допустим, 10-4, то у вас как раз при скорости вот такой 10 метров в секунду может реализовываться спокойно сверхзвуковой режим. Причем вот, значит, важно отметить, что ввиду того, что степеней свободы у кластера много, гамма у этой ударной волны, значит, близка к единице, то есть она изотермическая. Там температура не растет, а растет только на скачке плотность и давление. Ну, и мы, по сути дела, вот это сейчас уже проблема решена. Значит, вот мы получили водяной реактор с такими параметрами. Значит, вот выходная реактор на 10 кВт, он готов. Значит, в принципе, на нем можно получать от 10 до, ну, мы надеемся, до 100 мг в секунду водорода. Вот, значит, большая скорость приблизительно такой же величины на работных элементов. Ну, и первые удачные, значит, вот попытки извлечения энергии до 200 мг уже сегодня получены. Ну, вот история водяного реактора. На самом деле гетерогенный реактор, о нем ПВР я много говорил. Значит, вот чем он хорош? Тем, что катод, значит, плавится, эрозирует, получается, значит, много эрозионных кластеров металла. А сюда мы можем подавать, значит, не водород, а водяные пары, или даже, может быть, так сказать, пузырьки, паровые пузырьки внутри, если это будет жидкая среда. Значит, ну, и вот в блюзе катода, если вы сделаете, значит, режим серозукового обтекания, образуется ударная волна, на которой, собственно, по нашему мнению, все и происходит, так сказать. Это хорошая подсказка, как надо делать реактор. Вот шаг за шагом все это шло. Вот здесь вы видите спокойные жидкости. Мы барботировали аргон и вот пытались сделать водяные реакторы. Ну, это первый шаг был, так сказать. Ну, хорошие результаты. То есть плазма горела внутри стимулированного разрядом аргонового пузырька. Он разрастался. Вот коп был получен довольно приличный, там, в районе двойки. Хотя установка очень простая, повторяемая. Ну, это вот реактор Степанова, когда, значит, здесь прокачивалась вода и горел разряд вдоль воды. Ну, тоже коэффициент был приличный и хорошая наработка водорода. Здесь я не буду сейчас за неимеемое время показывать фильм. Еще одна, это установка с бажутом мы разрабатывали. Это вот когда над поверхностью жидкости горит электрод, раскаляется. Его можно было... То есть это так называемый плазменный электролиз. Ну, это, значит, гетерогенный реактор, не совсем водяной. Ну, вот последнее, это с коллегами из ООО «Прометей» в Брянске. Мы разрабатываем двухфазный реактор, когда есть и газовая сердцевина, и водяная оболочка. Вот. Значит, какие новые результаты там были получены? Вот когда нету, значит, у вас образования ударной волны на электроде, который находится по оси, ну, там никогда избытка энергии и не наблюдалось. А вот как только вы ставите... То есть если это заподлицо со стенками трубы, имеются кольцевые электроды. Как только вы по оси располагаете электроды, ну, устойчиво появляется выделение энергии. Это вот режим с образованием головной ударной волны. Значит, вот то, что я сказал, здесь написано. Значит, ну, а теперь о новых результатах. В этих реакторах водяных рождается очень много, значит, грязи, которая кажется, так сказать, ну, невозможно понять, почему же такие элементы получаются. Значит, вот мы использовали никелевые электроды, а здесь вы видите, там целый запах. Вот. Ну, вот. На самом деле все становится на место, если посмотреть, вот, работу Карпентерия, к примеру, а американцев, вот, они предсказывают, что алюминиевая группа, кальциевая группа и, значит, вот, цинковая группа всегда будет появляться. Значит, это... Тут все достаточно простые реакции, значит, с участием угля... Значит, нарабатывается вначале углерод, которого не было в большом количестве. Углерод, так сказать, соединяясь с водородом, рождает уже кальций, там уже участвует аргон, может рождаться, так сказать. Но, вот, американцы утверждают, что никель, он может и в результате распада давать те же самые результаты. Но жизнь покажет, кто правит. Это вот Карпентерия, он подсказывал, что с железными электродами вот должны и могут образовываться алюминия. То есть, вот, откуда взялась глина на земле. Ну, вот, это интересно, вот, Карпентерия, это еще один тяжеловес. Вот, что в воденом реакторе у нас было пополучено? Очень уширенные линии водорода. По ним можно было определять штарковское уширение и определять, значит, концентрацию электронов. Значит, ну, вот, электронов было довольно прилично, будем говорить. И что можно сказать про другие линии? Вот, алюминий не только вот в ИДС-спектрах, когда мы брали вот эту муть, выпаривали, потом вносили на рентгеновский анализ. А вот в режиме онлайн можно прям смотреть эти линии, вот, они четко алюминиевые предсказаны здесь и рождаются. Но это не самые яркие линии алюминия. А других ярких, наиболее устойчивых, которые, вот, если алюминий ты сжигаешь, их нету. А почему есть эти, а других нету? Вот, таких, такой вопрос становится зачастую, так сказать, всегда. Вот, кальций мы видим, есть только две-три линии кальция, а остальных нету. Почему? Значит, и вот аргон. Ну, аргон у нас там присутствовал, потому что двухфазная среда, жидкость и посередине, так сказать, была стройка аргона. Но рождался аргон-2, то есть это возбужденный ион аргона. И здесь энергия, вот, этого сам, 27 вольт у этого аргона намного выше, чем вот температура в клазме, в сто раз выше. Откуда они берутся? В дуговом разряде-то. Вот, ну и мои заключения, значит, вот для реализации водяного реактора и вообще любого гетерогенного реактора, необходимо реализовывать режим, значит, M больше единицы, сверхзвуковой режим. Значит, ну, вот, очень важную роль там играет, так сказать, организация собственных реакционных колебаний, которые возникают спонтанно. Это хорошая помощь, подсказка для того, как надо проектировать вот такие реакторы. Очень хорошо, что вот в водяном реакторе не нужен калориметр, потому что вода и есть сам калориметр, который протекает, снимает с плазменной зоны всю энергию, значит, вот. И вот изучение многозарядной ионной хинетики, вот, в оптических спектрах, в рентгеновских спектрах, на мой взгляд, это важнейший ключ, подсказка, как надо двигаться по пути создания, ну, вот, физической модели Леннер. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Иванович. Об американцах рассказывал час, даже больше, а про себя в 15 минут уложился. Даже раньше. Друзья, какие вопросы, пожалуйста, вот у нас сейчас где-то 5 минут для вопросов к Анатолию Ивановичу. Можно поспрашивать, как у него установка устроена. Еще раз, чтобы он поточнее сказал, что же он там самым главным. Пожалуйста, не стесняйтесь, вопросы. На это включать микрофон, а потом выключать. Можно вопрос, Валер? Да, конечно, да. Валер, Анатолий Иванович, Толя, вот такой вопрос. Ты очень часто говорил, тяжелый электрон, тяжелый электрон, тяжелый электрон, ну, просто беременное лицо. Скажи мне, пожалуйста, принципиально это чем-то отличается от новокатализа? Предположим, что мион не размазает. Ничем, ничем не отличается. Сразу отличается. То есть, все-таки мы возвращаемся к работам Генштейна? Да, да, да. Они так и говорят. Вот это вот Зарепа, он и говорит, что мион на каталиста. Ребята, это у нас в каталитической химии присутствует, так сказать, мы давно об этом знали, давно на него молились. Надо посмотреть каталитическую химию. Они там пользуются туннельным эффектом испокон веков, понимаешь? Да, но вот мионные катализы сопровождаются излучением квантов, понимаешь? Вот в чем как-то меня все время останавливает все это. Ну, ладно, это для круглого стола, это дискуссия уже. Спасибо за ответ. Да, спасибо Леониду Рудскойу за вопросы. Друзья, еще вопросы? Что-то совершенно нет желающих ничего спросить. Леонид, вот ты сказал там беременный тяжелый электрод, ну ты шутник, я знаю, так сказать. Но на самом деле это же, понимаешь, все-таки мы и работаем в твердом теме. Там понятие частицы как таковое отсутствует. Там присутствует, значит, понятие квазичастицы. То есть эффективная масса дырки, эффективная масса электронов, значит, ну что, это не есть масса электронов. Это есть масса электронов, которая за собой тянет взаимодействовать с остальным ансамблем, коллективом электронов, проводимости. Я прекрасно это понимаю, Тонь. И вообще, все время говорю, ребята, это может быть только коллективный процесс. Я не знаю, как это проистекает, но только коллективный. И только при таком предположении можно удовлетворять наблюдаемым экспериментальным фактом. Они же считают одночастичные вещи. Они там пишут 150 мм, 200 мм. Ребята, ну такие кванты должны были бы наблюдаться, что вы ерундой-то занимаетесь, так хочется сказать. Но Саламоса, а не еще откуда-то. Мне это все равно. Это противоречит эксперименту. Поэтому писать этого не надо, понимаешь? Лен, ну ты прав, и мы на круглом столе это пообсуждаем. Действительно, там есть вопросы, проблемы. Сегодня, друзья, сегодня вернемся к этому вопросу еще, потому что там еще много аналогичных вокруг этого. Значит, у Чижова вопрос. Володь, пожалуйста. Толь, ну вот у меня вопрос такого плана, что только тяжелый электрон может пробить. Ты знаешь, вот последний эксперимент, который мы с тобой проводили, я что-то пришел к выводу, что там еще может образовываться нейтрон. Но я буду об этом докладывать. И вот он, так сказать, способствует... Володь, это вопросы. Вопросы, не соображения, а вопрос. Вопрос. Вопрос у меня только один. Что уверены ли мы, что это тяжелый электрон? Тем более камера Вильсона показала, что отклонения в магнитном поле этого нет. Этой частицы. Володь, значит, камера Вильсона, вот сейчас уже американцы используют и стрековые камеры, и пузырьковые камеры. Там в таком наличии, так сказать, этих работ довольно много. Значит, вот то, что летят, они понимают, что летят заряженные частицы. Значит, вот. И вот иногда они оставляют очень, так сказать, большой, значит, след, такой же тяжелый след, как у тебя. Они называют гусеницы, так сказать. Все это они видят. Значит, а объяснение у всех, ну, понимаешь, это вот плюс-минус лапы, так сказать. Кто во что гораст. В этом плане, понимаешь, тут же тяжелый электрон, он же им нужен для чего? Не для того, чтобы, так сказать, объяснить странное излучение или там, значит, все-все-все объяснить. Он нужен как промежуточная, значит… Пробить экранировку. Нет, промежуточная, значит, частица, которая делает вот нейтроноподобный объект к амптоновскому радиусу. И тогда, вот, если он подходит к настоящему, так сказать, протону, там уже магнитная сила-то сильные. Вот о чем идет речь. То есть там дальше уже начинают вступать не только к кулоновскому радиусу, но и магнитная сила на кулоновском радиусе. Понятно. Понятно, но все равно, вот, ну, да, много вопросов, да. Спасибо, у нас надо сворачиваться с климом, значит, вот Геннадий Савенков, Геннадий, последний быстрый вопрос и быстрый ответ, Толя, очень быстрый. Толий Иванович, вот эти тяжелые электроны, они относятся к свободным электронам? Они могут относиться ко всем электронам, значит, лишь бы концентрация их была, значит, концентрация выше вырождения этих электронов. Вот что важно, чтобы, ну, допустим, даже при температуре звезды, там, 5-6 тысяч на поверхности, значит, у тебя должна быть концентрация вот этих плазменных электронов, должна быть 10-23. То есть, вот, в металлах она близка к этому делу, значит, это электроны в зоне проводимости, ты прав. Ну, значит, это свободные электроны, все, вот ответ получен. Геннадий, спасибо, спасибо за вопрос и спасибо за ответ. Анатолий Иванович, значит, спасибо тебе за доклады, вот, и переходим к следующему, последнему докладу нашего утреннего заседания, после которого у нас будет перерыв на 2 часа до 16 часов. Вот, пожалуйста, Виктор, Анатолий Иванович, убери свой этот самый, а, да, вот, убрал, и Виктор Пальчилёва, пожалуйста, ваш, этот самый, ваш, ваш презентацию. Так, наверное, меня слышно? Да, слышно и видно. Хорошо. Давайте я, наверное, в таком режиме буду. Ну, у меня доклад больше такой феноменологический, и он, по сути, в каком-то смысле, это есть повторение результатов экспериментов от лаборатории «Протон-21» Адаменко, которые там провели очень большую работу. Ну, здесь вот отмечается, что с 2000 года они провели около 16 тысяч успешных экспериментов. Ну, на фотографии видно, как бы, оборудование. Ну, и они создали установку, в которой так называемый вакуумный диод, с помощью которого они передавали твердотельные мишени. Этой мишенью служил анод. Анод у них был в виде проволочек диаметром полмиллиметра, и медных проволочек, использовав чистая медь, чуть дальше более подробно, полмиллиметра диаметра, и особо вот они упирали на то, что очень важна была полусферическая форма этого анода. То есть вот они считали, что именно полусферическая форма, она позволяет протекать всем тем реакциям, которые они получали. Ну, вот и импульс здесь минус восьмой секунды, плотность, мощность, но, естественно, все это было в вакууме. Наш эксперимент, он проводился в Институте общей физики на ускорителе Терек-2. Ну, вот здесь фотография из лаборатории, и на ней же приведены параметры. Вот это ускоритель. Но на самом деле, вот в наших экспериментах там напряжение было порядка 450-500 кВт. Токи были значительно больше, то есть порядка, ну, 20-25 кВт, но больше 8, как правило. И время импульса, ну, вот в районе 43 наносекунду, вот как-то так. Ну, машина достаточно старая, вот здесь пример статьи в приборах и технике эксперимента за 1974 год, где она впервые описана. Ну, здесь просто для какого-то визуального впечатления, это, что называется, пульт управления, вся регистрирующая электроника. Собственно, сам ускоритель, вот он, такая труба. И, ну, вот был сделан оригинальный анодный узел от вот этой серии экспериментов. Это вот как бы он целиком, а это та часть, которая, ну, в каждом эксперименте она снималась, и анод заменялся. То есть, ну, вот здесь показан вариант с таким коническим анодом, то есть, когда вот есть тоненькая такая рабочая часть, а остальная, ну, вот, по сути, держатель. Использовался еще просто вот такой держатель, куда вставлялись вот тонкие проволочки. И на самом деле, вот что у Адаменко, что у нас, то есть, вот во всех этих экспериментах присутствует некоторая ноу-хау, которая, на мой взгляд, гораздо более важна, чем вот форма там полосферическая анода. Анода, да, это вот такая капролоновая накладка на катод. Здесь она показана схематически. Это вот, кстати, рисунок, который, ну, где-то у Адаменко, то ли у какой-то публикации, то ли на сайте. Роман, а у Адаменко тоже была вот такая... Да, 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 так я же говорю, это и его рисунок есть, да, и вот мы ее тоже использовали. Здесь вот катод, он утоплен, ну, порядка там полмиллиметра. Но вот применение этой насадки, оно, в общем-то, драматически меняет картину разряда. То есть, если мы при той же геометрии осуществляем разряд, ну, вот тоже напряжение, то у нас ток, ну, порядка там, ну, даже там где-то 50 ампер вот такого рода. Когда мы ставим эту накладку, то ток получаем, ну, порядка там 20 кАмпер. То есть, ну, практически на два порядка вот она меняет ток, ну, и, соответственно, мощность, который... И очень, на самом деле, вот те результаты, которые я буду показывать дальше, они очень зависят вот от этой накладки, от того, как... От его еще геометрии. То есть, можно даже, используя накладку, вот ее немного сдвинуть, и вот все эффекты пропадают. То есть, диаметр, диаметр этой дырки в этой... Диаметр у нее, ну, порядка одного миллиметра, а диаметр вот как бы наружный вот этой накладки, ну, в районе 10, на самом деле, ну, где-то 8 миллиметров, ну, вот как-то так. Вот. И... А формула материала вот эта какая? Меномера, меномера. Капраон. Вот мы капраоновую накладку. То есть, это вот какие-то такие водородосодержащие материалы. Вот. И я говорю, что вот очень важен вот этот вот канал, то есть, катод должен быть немножко утоплен. А если вы ее вот как-то сдвигаете так, чтобы он был заподлицо или там чуть-чуть выступал, тогда вот, ну, скажем так, эффекты пропадают. И это, я об этом буду говорить в последнем слайде, но на мой взгляд, это вот как бы очень удачное свойство, потому что оно позволяет сделать эксперименты по схеме опыт-контроль. Что очень-очень важно для... А вот это облаченный был или нет? Нет, нет, нет. Чистый, без всякой предварительной обработки. Вот. Ну, давайте пойдем дальше. Вот. Ну, и основной результат опытов группы Адаменко, ну, вот я бы его как-то продемонстрировал на этом слайде. Первое – это взрывное разрушение анода, то есть, получение вот такой розочки, раскрывается вот в виде таких лепестков анод. И второй вот момент, как правило, всегда существует такой центральный канал, то есть, тут некое отверстие, оно или очень хорошо выражено, или, ну, вот как-то намечено. Конечно, понятно, что природа многообразна, и каждый разряд имеет свое лицо, но вот эта розочка и центральный канал – это, ну, вот, как бы некие внешние признаки того, что идет вот этот процесс, который вот у Адаменко он приводил к тому, что изначально чистая медь, ну, здесь показано ее химическое содержание до начала эксперимента, и здесь вот анализ каких-то участков показывает, что появляется очень большое количество новых элементов. Ну, вот здесь примеры некоторых анодов, которые получались у нас, то есть, как правило, достаточно, ну, при соблюдении определенных условий достаточно легко получаются вот эти взрывные разрушения, то есть, вот, видно наличие этого центрального канала, видны вот такие лепестки. При этом, вот, если мы, это может быть неудачный разряд, когда ничего не произошло, или вот если мы специально этого добиваемся, то, естественно, что там на анод достаточно большая мощность выделяется, и это приводит тоже к какой-то его эрозии, который, ну, как мы понимаем, заключается в том, что какой-то поверхностный слой вот этой меди, он вскипает, и, ну, вот, ну, вот это анод, по которому там было несколько выстрелов подряд произведено, вот он так уже истончился, вот это после одного, видно, что поверхность становится такой матовой, нет вот этого взрывного разрушения, но вот есть какие-то следы разрушений совершенно иного рода, то есть, вот такой эрозии, я бы ее назвал. Вот, ну, у нас была серия экспериментов, в которой мы пытались как-то прочувствовать важность вот этой формы анода, именно полусферическая, здесь вот показано три типа анодов, которые были изготовлены, то есть, вот такой игольчатый, полусферический и, ну, с плоским торцом, и оказалось, что, ну, вот полусферический, ну, здесь вот это медный анод, это латунные, то есть, вот наблюдается, уже означена картина разрушений, то есть, есть вот этот центральный канал, вот, такое раскрытие в виде розочки, но вот в случае вот заостренного медного анода получается, получилось у нас, по крайней мере, точно такая же картина, почти классическая, ну, и вот плоский латунный катод получается, получилось то же самое, это здесь вот такое, он немного большего диаметра, по сравнению, вот, допустим, с предыдущим, но есть вот то же самое, центральный канал, и вот он, такая картина разрушений, к сожалению, глубина резкости у микроскопа не очень большая, поэтому вот последовательность фотографии, которая, ну, вот как-то позволяет ощутить разные его участки. Ну, и исследование элементного состава, ну, я считаю, что вот эти работы, они еще не закончены, в таком, в хорошем качестве, ну, вот первое, какие-то, ну, вот таких спектров, их у нас достаточно большое количество, ну, вот, например, для латунного катода, то здесь вот латунь ЛС-59, и видно, что на спектре, вот, присутствуют все те элементы, которые они должны быть, ну, как бы, которые заявляет производитель, ну, и вот ряд новых элементов. То, что осталось за, как бы, границами нашего анализа пока, это вот в некоторых выстрелах появляется такой, я бы сказал, очень мощный, то есть очень-очень много белого осадков, а здесь приведен один из примеров, то есть видно, что весь анод и держатель, вот они покрыты таким белым налетом. Ну, вот еще одна фотография, это металлический экран, то есть мы делали эти аноды, выступающие из кружочка, который служил металлическим, ну, таким экраном, на котором тоже оседают, ну, какие-то продукты вот этого взрывного разрушения, и чтобы можно было их проанализировать. Ну, вот здесь видно, что большое количество этого осадка, но использованный нами эргенофуоресцентный анализ, он мне не позволил вот пока понять, что это такое. Ну, и он же пока не позволяет вот какие-то пленки исследовать, но это особенность метода, и с этим будем что-то делать. Ну, то есть вот до этого места это, по сути, в каком-то смысле, воспроизведение результатов группы Адаменко, а дальше вот несколько штрихов, которые, ну, вот уже этим у Адаменко не занимались. Мы использовали вот такие бумажные экраны, которые, ну, вот анод, который держатели этого анодного узла, вот внизу там этот экран, и это после выстрела видно, что там появляется какая-то белый налет. Это катод вот, который, вот эта насадка, видно, что он немножко утоплен. Но это, вот он исходный, после выстрела появляется вот некий налет там достаточно сложно устроенный, но при этом это выстрел, когда не произошло взрывного разрушения анода. А вот выстрелы, когда вот это все произошло, то есть видны вот эти разрушения, и при этом, ну, вот этот экран, он разлетается в такие, в клочья, что называется. И, ну, после некоторого размышления было очень интересно посмотреть, потому что вот эти кочья, в принципе, у бумаги есть такой ГОСТовский параметр усилия на разрыв. Он, ну, в общем-то, это табличный параметр для разных сортов бумаги, он, в принципе, должен приводиться. Вот мы взяли то, что приводится, и вот для такого разрушения, ну, вот здесь приведены несколько выстрелов, здесь вот приведены развертки этих бумажных экранов, ну, и вот для данного экрана мы можем посчитать, вот измерить длину вот этих всех разрывов, зная усилия на разрыв, вот как-то получить энергию, которая требовалась для того, чтобы разорвать вот этот экран вот на столько-то кусков, то есть обеспечить вот такую линию разрыва, ну, и, соответственно, посчитать вот некоторую энергию разряда, то есть вот основной импульс, который, ну, вот выделяется именно вот в ходе этого разряда, ну, проинтегрировать, естественно. Ну, и то, что получилось, получилось, что вот эта энергия, требуемая для того, чтобы эту бумагу разорвать, она в два раза где-то превышала вот ту энергию, которая была, ну, выделена, прошла через разрядную камеру. Ну, это некоторая минимальная оценка, потому что понятно, что там вот эти все процессы, вот вскипания, еще вот, которые требуют тоже для своего осуществления какой-то энергии, они тоже происходят, они здесь не учитываются, то есть это некая минимальная оценка, которая показывает, что действительно вот в ходе вот такого взрывного разрушения анода там что-то происходит. Ну, здесь это некоторое показано напряжение, ток, ну, мощность разрядов. Синее — это когда не произошло взрывного разрушения анода, а красное — вот когда оно случилось. Видно, что вот в какой-то части эти кривые даже пересекаются. То есть это говорит о том, что, ну, вот есть определенные факторы, которые, ну, вот я бы сказал, геометрические, то есть как там расположена эта накладка, вот еще какие-то, которые важны для того, чтобы произошло взрывное разрушение. Если они не соблюдены, тогда вот при каких-то энергиях оно может не случиться. Ну, и дальнейшее, то есть нас очень заинтересовало это взрывное разрушение, мы довольно много с ним возились, и вот еще один тип разрушения — это вот такие дырки в экранах, достаточно здоровые, но они очень интересны тем, что вот материал вот этой дырки, он вырывается, причем тут края, ну, они не обгорелы, то есть это именно вырывает его. И может быть самое интересное, что вот когда происходит вот, выбивают вот такую дырку, то бумага, которая ее составляет, она вылетает не единым куском, а ее размалывает как бы такую пыль бумажную, то есть очень, ну, там, я бы сказал, мелкодисперсно, то есть это не такие вот кусочки, а именно пыль, то есть там меньше миллиметра, наверное, вот эти частицы, они оседают на стенках разрядной камеры, то есть вот тоже один из интересных моментов. Ну, и вот то, что дальнейшая работа, которая только началась, ну, вот мне кажется, что во многих экспериментах, которые проводятся, и когда речь заходит вот об изменении элементного состава, вот тут очень тонкий вопрос, потому что, ну, сделать вот какой-то идеально чистый опыт, это, ну, или какая-то уже технология на грани фантастики, то есть, ну, всегда там будет какая-то грязь, в небольших количествах, и поэтому, ну, вот мы провели специальную серию экспериментов, как раз основываясь на том свойстве, что мы можем, практически ничего не меняя в целом, то есть, сохраняя все то же самое, то есть, ну, там высокий вакуум, вот эта накладка, которая тоже, понятно, с нее летит что-то на анод, сделать разряд, когда вот это взрывное разрушение произойдет, и сделать, ну, вот он показан слева, то есть, вот эти лепестки, центральный канал, то есть, вся картина наблюдается, и, в общем-то, то же самое, но вот мы немножко перенастроили эту накладку, то есть, по сути, сопоставимая энергия, но при этом у нас не происходит никакого разрушения, но при этом, опять же, есть та же накладка, то есть, мы надеемся, что с нее, ну, в общем, те же самые загрязнения летят, и уже делать анализ по методу, ну, вот такому биологическому, опыт контроль, то есть, вот, ну, здесь показан просто, вот, вид электрода, который до разряда, то есть, на нем всегда видны какие-то, вот, следы инструмента, еще что-то, вот, естественно, использовалась сверхчистая медь, использовали, там, протравливали эти электроды, отмывали, сушатся они, понятное дело, в самой вакуумной камере, то есть, вы не получите нужный вакуум, пока оттуда вся вода не уйдет, а вот, ну, и после этого, там, герметичные боксы, их закрывали для уже дальнейшего анализа, но вот эта часть у нас в процессе, и я не стал там, это начальные результаты... А что это вот за дырка просверлена на аноде, вот, это вот, что это такое, вот, правый... Вот это? Да, да, вот это... Не, ну, это, это, это я просто, может быть, не самый удачный снимок, это, ну, вот, поверхность электрода до, до того, до разряда, ну, то есть, это, это просто откусили, вот, медной проволоки, с которой их делают, миллиметровый электрод, ну, то есть, вот, это не отверстие, это, ну, там, кусачки, как-то так... Ну, а просто вот эти следы инструмента, вот, после разряда, даже если нет взрывного разрушения, поверхность, она как-то вскипает, это все эти бороздки уходят, и вот она остается такая светлая и чистая, матовая. Вот, да, на этом все у меня. Никаких выводов не будет, да? Нет, ну, вывод, я его уже как-то по ходу озвучил, то есть, ну, во-первых, мы воспроизвели ту картину, которая наблюдалась вот в группе протон-21 у Адаменко, то есть, вот это взрывное разрушение, центральный канал, предварительные данные позволяют говорить о том, что мы действительно здесь имеем также изменение элементного состава, но вот эти эксперименты, они, на наш взгляд, позволяют сделать достаточно чисто вот этот анализ, и сейчас у нас заготовлены комплекты электродов, вот, которые мы будем искать, где бы их проанализировать чисто. Ну, и вот, очень интересно, и мне было бы интересно послушать чье-то мнение, вдруг кто-то с чем-то таким сталкнулся, это роль вот этой Капраоновой накладки, то есть, она действительно драматически меняет условия разряда, и вот, в зависимости от ее геометрии, это вот чем-то, может быть, напоминает Буастер, там, Авраименко, да, вот там такой же был канал, вот накладка, но можно... Ну, это, Виктор, это сегодня, значит, тебе Климов целую песню пропоет про это, и даже сейчас не будет, начнет. Да, ну, я вот поэтому больше для того, чтобы как-то обменяться и для дальнейшего... Вопрос можно? Да, конечно. Друзья, друзья, подождите, вот, вопросы мы задаем с помощью поднятия рук, вот, там, научитесь, у вас есть точечки, вот, три точечки на нижней, и там, на нижней панели, и там можно вот эту руку поднять. Научитесь, пожалуйста, это самое. Ну, Лень, тебе тоже самое советую, я вижу, что ты включил микрофон, вот, 4 человека хотят. Друзья, давайте ограничимся 10 минутами, вот, первый поднял Климов, только, быстро, быстро вопрос, только вопрос. Роман, значит, ну, вы... Это не Роман, это Виктор, это Виктор, почему-то Роман там какой-то, его сын возник, но это Виктор, почему? Значит, Виктор, значит, ну, вот, насколько я понял из твоего доклада, значит, вот, роль про вставочки этой играет определяющую роль, как у Адаменко, так и у тебя. У Адаменко тоже Капролон использовал? Да, она тоже использовалась, но у Адаменко был, ну, намного более мощный разряд. Я знаю, значит, второй, вот, к этому вопросу, по сути дела, присоединяется, значит, на еще небольшой вопрос. Только Капролон использовали, вот можно же было брать вставку водорода, не содержащую, ну, допустим, этот самый, как ее, Корунт. Не, ну, это, мы вот такие мысли, конечно, думали. Ну, не делали, короче, понятно. Мы не делали, но очень было бы интересно, да. Ну, ответ понятен, значит, ничего не получится. Вопрос хороший, ответ тоже хороший, понятный. Спасибо, Анатолий Иванович. Юрий Кириллович, пожалуйста, ваш вопрос. У меня есть вопрос. Учитывать ли вы скин-эффект? То есть при таком коротком импульсе 40 нс, это средняя, будем ли, частота 25 МГц. При этом плотность тока, протекающая по вашему электроду, он, получается, сосредоточен вблизи, ну, толщиной где-то порядка 40 микрон. То есть ток течет по поверхности вашего электрода. И вот расслоение у вас, которое идет, вот этим, мне кажется, объясняется. И взаимодействие, и нагрев идет у вас с поверхности, а внутри ток, фактически, не течет у электрода. И поэтому взаимодействие вот этой накладки, поролоновой, капронной накладки, имеет, ну, поскольку ток протекает по поверхности, получается, как раз взаимодействие наибольшее. Ну, я думаю, вот то, что вы говорите, так оно где-то и есть в том случае, когда нет взрывного разрушения. То есть, да, мы, вот поверхность, она вскипает, мы видим эту картину, да. Даже от шероховатости поверхности вашего электрода зависит протекание скин тока, потому что, огибая вот эту вот шероховатость, путь тока удлиняется. На самом деле, длина электрода получает, на самом деле, для поверхностных токов больше, чем больше шероховатости. И здесь идет взаимодействие даже между шероховатостями, тут плазма может возникать внутри самой вот. Юрий, шикарное замечание, шикарный вопрос. Давайте вот запомним его сегодня, значит, вот. Я могу соображать. 7 часов, 7 часов пообсуждаем, друзья. Спасибо. Спасибо за замечание вопроса. Филипп, давайте, ваш вопрос. Мой вопрос, скорее, не вопрос, а здесь вопрос был у Юры, типа, где это наблюдалось, такие явления. В ДГУ занимались полыми катодами для формирования у катода плазмоида. И тогда действительно ток увеличивается там, ну, в десятки раз, по крайней мере, у них. И формируется струя электронов из катода, как бы получается, такая кумулятивная. Ну, вот вы и исследуете, то есть кумулятивную струю электронов в анод, насколько я понимаю. Если есть интерес, я могу дать координаты этих ребят. Да, я был очень благодарен. Ну, меня вы можете найти у Валеры, взять мой, это Филипп моя, высекая фамилия. Ну, и даже в интернете вы можете залезть и нажать высекая филипп. Филипп, дадим ему хорошее замечание. Если вот эта вот кумулятивная, ну, это любимая тема, он с ней будет выступать, любимая тема Филипп. Ну, приходите, кстати, на мой договор. Это эти самые, да, вот эти вот, значит, кумуляции электронов. Ну, то есть не только молния и все остальное тоже кумулируют. Это кумулятивные эффекты, катодное пятно – это кумулятивное явление. Я считаю, вообще вся наша жизнь – это кумуляция и дисциплинация. Так что вы как раз занялись основной проблемой жизни. Спасибо, спасибо Филиппу за оживление дискуссии. Филипп, но сегодня будет на 7 часов круглый стол. Пожалуйста, приходи на него. Хорошо. Твои замечания будут очень ценны. Так, Илень, пожалуйста, последний вопрос на сегодня и перерыв делаем. Итак, у меня такой сермяжный вопрос. Вакуумный диод до какого вакуума откачивается? Ну, 10-3, 10-5. Мало, мало, Виктор, ну мало. Потому что нельзя ставить бумагу в высоковольтный вакуумный диод. Ну, просто нельзя, откачать нельзя. Это я очень хорошо знаю, да. То есть, вот эти экраны, они достаточно маленькие. Да неважно, даже кусок марли положи, уже вакуумы не получится. Мы их откачивали, но вот там была попытка сделать… Невозможно, невозможно. Откачивали каким насосом? Ой, я вам сейчас не скажу точно. Масляный? Нет. Турбомолекулярный? Да, да, скорее всего, да. Ну, невозможно откачать. И второе, так сказать, замечание, я, вот, поскольку моя научная биография, первые 10 лет жизни я работал именно на таких ускорителях, рэповских, сильноточных, наносекундных. Вот, узнаю эту технику очень хорошо. Меня поражало, что вот тогда на катоде я действительно вдруг образовывал сметь, я тогда был аспирантом и далек был от всяких ядерных реакций. Ну, в этом смысле какие-то эффекты есть. Что же касается вашего такого детского удивления, что накладка меняет, ну, конечно, меняет, конечно, меняет. Идет скользящий разряд, есть плазменный размыкатель, работающий на этом. Конечно, ток течет неоднородный, конечно, он структурируется. Вот, как бы, есть большая… Я хочу сказать, что в этих экспериментах есть очень большая история. И она приходится вот на времена моей научной молодости, это, наверное, где-то там конец 70-х, вот, в Пурчатовском, вот, все этим занимались. Ну, вот, все. Лень, у нас время вопросов, а время соображений – это другое немножко время. Ну, за замечание, тем не менее, спасибо. И вот, поскольку Анатолий Почин именно этим занимается, только в других немножко условиях, не вакуумных. Стой, последний вопрос, пожалуйста. А замечание сможешь в 7 часов высказать. Спасибо, у меня очень короткий вопрос. Что с капилляром в случае у вас происходит? И попробовали ли вы оценить скорость разгорания капилляра? Или же он не разрушается у вас в течение выставки? Он практически не разрушается, то есть, вот он, как его поставишь, такой он остается. Ну, там немножко появляется такой на нем темный налет, если его долго использовать. И, в принципе, со временем он может вот как-то… Мы пока не понимаем, что именно с ним происходит. То есть, внешне он практически тот же, но при этом перестает работать в том смысле, что очень трудно добиться вот этого взрывного разрушения. То есть, хорошо, чтобы он был свежий. Вот тогда все замечательно. Спасибо. Ну, очень интересный доклад. Я с удовольствием с вами пообщался, как говорится, в более свободной обстановке. Ну, вы пишите, я тоже с удовольствием. Спасибо, спасибо, спасибо за вопрос, Анатолий. Да, вот, собственно, наша конференция, она еще и, конечно же, для установления связи. Друзья, на этом мы завершаем утреннюю первую сессию. Я думаю, что она прошла неплохо, вот, и встречаемся в 16 часов. Вход в Zoom с тем же самым линком, который вот вы получили когда-то. Один и тот же линк на всю конференцию. Друзья, спасибо. На этом заканчиваем утреннюю сессию. Спасибо. 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 Спасибо.